Здравствуйте, это Мосэнергосбыта. Нужен доступ к электросчетчикам. Откройте, пожалуйста. Сосновая улица, дом 14. Здесь проживают сразу два неплательщика со стажем. Первый задолжал коммунальщикам более 272 тысяч, второй свыше 100. И если представитель Мособл ЕРЦ пока только уведомляет о необходимости оплатить счета, контролер-монтер Мосэнергосбыта ограничивает им возможность пользоваться электроэнергией. Отсоединяется фазный провод отходящий, подливается обратно крышкой и пломбируется. Легкое движение руки профессионала и жизнь должника меняется. Теперь, если ужин, то только при свечах. Вместо интернета и телевизора – живое общение. Попытки самостоятельно исправить ситуацию, минуя банк, чреваты уголовным наказанием. Восстановление доступа к электроэнергии возможно только после оплаты задолженности. На сегодняшний день вам будет произведено ограничение в подачу электроснабжения. Ну, если я сегодня плачу, то вы как? Вы должны были уже оплатить до сегодняшнего дня. А вас об этом уведомили предупредить? Ну, а если я сегодня то плачу, то я уведомил. После оплаты в течение суток будет возведена подача. Сейчас вышло уже распоряжение, только тех есть, сейчас я включаю. Представитель Мособл ЕРЦ пока только напоминает должникам о необходимости оплачивать коммунальные платежи, оставляя под роспись уведомления. Если эта мера не сработает, неплательщики получат претензию, после нее предупреждение. Если и это окажется бесполезным, за дело берется суд, и после него судебные приставы. Общая задолженность жителей города Одинцова, Одинцовского района, на сегодняшний момент составляет более 800 миллионов рублей. Все это говорит о том, что проблема неплатежей носит критический характер. Чтобы не оказаться в числе должников, коммунальные услуги нужно оплачивать вовремя до 10 числа каждого месяца. А подобные акции планируется проводить не реже, чем раз в две недели. Евгения Августина, Станислав Трифонов, телекомпания Одинцова.